Лето, долгожданная пора школьных каникул, солнце, море, мороженое и футбол во дворе. Казалось бы, только успевая наслаждаться отдыхом, если бы не одно «но». Где взять деньги обыкновенному школьнику на летние развлечения? В Каспийске такую возможность предоставил местный центр занятости совместно с клининговой компанией. В трудовые будни подростков окунулась и моя коллега Зумрудгамидова. Ей слово. Они не пошли играть в футбол и компьютерные игры. Вооружившись мусорными мешками и перчатками, подростки пошли работать. Вот уже на протяжении месяца ребята наводят порядок на городских пляжах. Ученик Каспийской школы номер два Артём Пода не видит в такой работе ничего зазорного. Говорит, физический труд только на пользу. Артём уже решил, что на заработанные деньги купит велосипед. А ещё это отличный способ сделать что-то полезное для родного города. Да, мы хотим помочь городу почистить его, а то люди уже не замечают его, что он становится очень грязным. Мы вот пришли пообирать пляжи, почистить их. Они стали очень грязные в последнее время. Мы их хорошо очистили. Вместе с Артёмом в трудовом отряде работает ещё 10 ребят. Труд во благо финансовой независимости недолгий. Подростки работают по часу в день. За один летний месяц школьники могут заработать 5 тысяч рублей. Ребята работают на протяжении трёх месяцев. Получают довольно-таки нормальную сумму для развития. Купить себе что-то в школе, какие-то школьные принадлежности и так далее. И сами приучаются к труду с раннего детства. На мой взгляд, это очень нужно для нашей молодёжи в настоящее время. Данная акция в первую очередь направлена на то, чтобы прививать людям чистоту, чтобы убирались за собой и проявляли солидарность к нашим работникам, потому что мы выполняем одно общее дело. Отдых отдыхом. Но когда в кармане есть кровно заработанные деньги, оставшееся время каникул можно превратить хотя бы в небольшой, но праздник. И, как отмечают сами подростки, коллективный труд позволил им обрести новых друзей. Теперь они с удовольствием проводят время вместе и после работы. Сумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.